Городская жизнь постепенно возвращается к привычному ритму. На этапе смягчения ограничительных мер открываются непродовольственные магазины, строительные гипермаркеты, салоны красоты и другие коммерческие организации. Тем не менее, нужно помнить, риск распространения инфекции по-прежнему остается. И здесь как никогда важна сознательность граждан. Ведь во время пандемии нельзя терять бдительность. Разметка перед административными учреждениями, во всех магазинах и на предприятиях, объявления о действующем масочном режиме – все напоминает гражданам о правилах поведения в период пандемии. Несмотря на то, что открывшиеся непродовольственные магазины сегодня работают по обычному расписанию, правила нахождения в торговом помещении изменились. Сотрудники носят маски и перчатки, витрины регулярно обрабатываются антисептиком. Для покупателей вход строго в маске. Работаем по будням с 8.30 до 19.30, по выходным с 9 до 18.00 без обеда. И, конечно, с соблюдением всех санитарных норм. В наличии весь необходимый ассортимент товаров для электромонтажных работ. Цены остались прежними. Также мы сохранили для своих покупателей скидки по выходным от 10 до 15%. В начале лета возобновили свою деятельность и салоны красоты. Теперь мастера работают в защитных костюмах. В начале смены сотрудникам измеряют температуру бесконтактным термометром, впрочем, как и клиентам, которых также не пустят в салон без маски. Кроме того, все предметы, с которыми контактировал клиент, работники обрабатывают антисептиком. Мы соблюдаем все правила безопасности, потому что здоровье наших клиентов – это превыше всего. У нас нанесены разметки, мы соблюдаем дистанцию. В данный момент в парикмахерском зале у нас работают два мастера. Работает мастер маникюра один в смену и работает один косметолог. Добраться же до вновь открывшегося магазина или салона красоты теперь тоже стало проще. С начала июня в общественном транспорте начали принимать оплату не только стрелкой, но и банковской картой. Однако нужно понимать, ослабление ограничительных мер не означает их полную отмену. Сегодня по-прежнему важно беречь свое здоровье, следовать рекомендациям врачей, соблюдать масочный режим.